хочу сегодня провести рум-тур по нашей любимой кухне площадь которая составляет 11 квадратных метров и находится в частном доме делали мы ремонт около трех лет тому назад и наша кухня соединена с гостиной с помощью вот такого портала мы заказывали обрамление в декоративке производства европласт это не гипс а пенополиуретан приклеили мы его на клей пену и покрасили белой моющей краской а также краской пришлись внутри верхняя часть стоила около 1300 рублей боковые стоили по 600 плюс квадратные элементы сейчас конечно же цены спустя три года изменились начну рассказывать слева направо и начну с полов на полу у нас постели на ламинат покупали самый дешевый бронет н-32 класс нужен был такой чтобы не был виден характерный рисунок ламината так как мы его хотели запустить на стену конечно не очень хорошее решение для кухни постелить ламинат на пол но вот уже три года он лежит и все в порядке даже нет сколов хотя чего с ним только не было и от блендера железная штуковина несколько раз падала и вода из раковин стекла в общем не знаю как так но нам с ним однозначно повезло ламинат мы запустили на стену так как эта стена у нас проходная дверь ведет ванную комнату и я не хотела делать отдельный фартук обои так как у меня тут и чайники мультиварка в общем решение оказалось отлично с укладкой ламината на стену муж справился за один день у него там своя какая-то методика не знаю что он использовал клей и саморезы и вот уже несколько лет ламинат хорошо держится нигде не разъехался и не спуг хотя носик чайника направлен на стену а он кипит раз 10 на дню здесь были двери цвета венге ламинированные в начале года я перекрасила носовой страх и риск ссылку на переделку можно увидеть верхнем углу мы не стали их менять потому что мы делаем переделку в нашем доме и нет смысла тратить денежку на покупку новых дверей но поменять цвет больно уж хотелось в общем пока все хорошо краска не отлетела также я перекрасила часы они тоже были коричневого цвета купила пробник краски дура мерлен за 58 рублей и быстренько перекрасила а затем я случайно увидела фикс прайсе рамку с этими двумя оттенками и цвет один в один совпал с моими перекрасами также на стене уже много лет висит такая дощечка с крючками очень удобная вешаем сюда ключи и резинки мухобойку часы зарядки в общем все что можно внизу стены стоит стол весенка классная вещь особенно когда высокие шкафы в нашем доме она просто необходима это икея я ее уже несколько раз перекрашивала изначально просто была деревянной стоит до сих пор 999 рублей и очень крепкая и вот такое обвестительное металлическое мусорное ведро она находится именно здесь потому как кухня у нас небольшая и для него просто нет места это тоже икея молочного цвета и у него крышка вешается на ведро удобно когда много готовишь здесь я не хотела навесных шкафов потому что ну во первых здесь узкий простенок и во вторых не хотелось загромождать и так небольшую кухню и мне нравится когда есть акцентная стена открытого типа здесь у меня нет никакой великой пыли копоть нагара видимо от того что плита не газовая полочка бамбуковая ей уже много лет я ее как-то решила перекрасить такой глубокий красный цвет и в итоге через сколько лет появилась бытовая техника для кухни в таком цвете в общем я угадала с трендами а тут были вот такие бамбуковые контейнеры они мне не очень нравились и я их заменила пластиковыми с крышками тоже икея их конечно уже сейчас нет в этом контейнеры хранятся специи здесь для выпечки но и здесь различные мелочи типа флешки маленького фонарика и прочего и наверху жестяная коробочка для детских мелочей они там понят карточки из ленты я люблю фигурки из птичек и вот такой ангелок это садовая фигура в общем весь интерьер у меня собирательный затем вот такая черная полочка для картин это икея подобные есть отлива и кастарами и на ней расположили стакан и пользуемся ими каждый день а за ними жестяная картина в оттенках нашей кухни упала фамилия за 150 рублей правда тоже года три тому назад здесь у меня рейлинг он был грозового цвета и я его перекрасила из баллончиков черный цвет и металлическую полку это полка икея она уже была черной и вот эти два веберка они предназначались для столовых приборов я их использую для искусственных цветов живые здесь не выживают я уже пробовала движемся дальше столешница у нас влагостойкая производства кедр толщиной 38 метров у меня здесь вот такой небольшой уголок все хорошо но мне не нравится это соединительная планка под нее залетают крошки сейчас делают угловые столешницы уже с еврозапилом и швов не видно следующую кухню буду делать именно так тут у меня расположилась мультиварка на 2 чаши и чайник это редман сахара кофе быстром доступе и кофеварка поларис у нас черная мойка из искусственного камня так как нашем доме вода мягкая на ней нет белесости но единственное в этом месте образовались царапины видимо от ножей и вилок ну и плюс когда я сливаю горячую воду с макарон включаю холодную так рекомендует производитель чтобы но не отвалилась следующая мойка у меня будет из хорошей нержавейки на столешнице мы установили дозатор средства для мытья посуды здесь питьевая вода и смеситель покупали его в кастерами за 2 500 нуклеированная сталь отличного качества рекомендую так как нашем доме низкие подоконники у нас немного столешница выше подоконника на 15 сантиметров и это не очень удобно мыть подоконник и окно полностью не открывается только на ширину подоконника приходится но будет с улицы брызги конечно есть на окне в этом случае можно сделать столешку не 60 сантиметров как обычно а 64 тогда окна будут всегда чистыми я люблю когда у меня ножи под рукой не в ящике в быстром доступе это было ведерко для до увидела такого цвета и естественно купила также перекрасила чайную коробочку цвета нашей кухни в углу это посудомоечная машина вирку узкая 45 сантиметров отлично моет и в ней есть функция быстрой мойки а также раздельной мойки по корзинам то есть можно мыть например только посуду в нижней корзине или в средней удобно когда мало посуды так как нашем доме нет радиаторов у нас потолочные инфокрасные обогреватели поэтому в этой части под окном у нас нет шкафов так как я боялась что там пойдет грибок так как там не отапливается поэтому здесь такое решение виде плотной шторки крепится она на потолочную шину и под ней у меня организовано такое хранение на нижней полке все кастрюли на верхней все для блендера и мясорубки затем муки пекарь и мои пластиковые миски потом контейнер для посудомойки и там тоже какие-то нужные вещи и самом углу фильтр для воды в общем вот такой лайфхак экономии на кухне шторка легко задвигается и снимается у нас электрическая плита индезит и уже больше семи лет покупали самую дешевую и год тому назад отказала одна комфорта не знаю что с ним случилось и вот в этом году я искала нас еще уронил с верхнего шкафа тарелку на плиту и по ней пошла трещина пока что работает но каждый раз конечно переживают как бы что не замкнула будем ее менять индукционную к ней не не пригорает и больше экономии по электроэнергии у нас нет вытяжки не вижу смысла ее покупать считаю что можно обойтись и без нее но это дело каждого здесь у меня неудачно расположена розетка мы неправильно спроектировали кухну и когда нам кухню устанавливали розетка уже была смонтирована сама по себе она не горит но на нее попадают капли жира и ее неудобно мыть ну и пользоваться например блендером когда комфорта горячая тоже неудобно так как шнур приходится держать так бы хорошо и сместить влево но уже ничего не поделать у нас немного шкафов нижние и верхние больше шкафов нет кухню я выбирала мягкого белого цвета бытует мнение что белую кухню часто приходится мыть но это не так на белой кухне увидел пятнышко протер а она темно ничего не видно но если присмотреться то можно сильно удивиться сколько всего там можно разглядеть лучше один раз потереть чем потом ее драить темная не значит чистая верхние шкафы метр высотой вместительные но единственное что мне не нравится это когда несколько десятков раз на дню каждый день открываешь эти двери двери у нас из мдф тяжелые петли не выдерживают хотя дверь посажена на четыре петли и при каждом при каждом открытии вот эти петли ходят ходу но эту стенку которой крепится петли нужно было делать тоже из мдф она более прочная а у нас лдсп копка поэтому обязательно учтите это при проектировании таких высоких шкафов этот посудный шкаф находится над плитой и не очень удачное решение я уже говорила что посуда и до высказывает из рук вся поседневная посуда у нас хранится здесь а гостевая в гостиной в серванте вот на этой полке у нас хранятся специи чили соль кофе и самая верхняя полка почти пустая там хранится посуда которой мы редко пользуемся в этот шкаф я не складываю мокрую посуду поэтому у меня здесь нет отверстия как и посудных шкафов размер этого шкафа высота метр ширина 60 глубина 39 сантиметров во втором шкафу находится стратегически важные продукты в нем хранится вся бакалея это и крупы орехи мусли конфеты и прочее я когда прихожу из магазина я сразу избавляясь от упаковки и пересыпаю перекладываю по контейнерам и банкам их так много что на первый взгляд можно запутаться но на самом деле здесь все организовано и даже ребенок с этим справится как-то у меня спрашивали зачем подписывать банки если так все видно и понятно что в них находится но на самом деле непонятно иногда бывает так что рисовая мука соды кукурузный крахмал и сахарная пудра они на одно лицо и чтобы понять нужно попробовать во вторых когда ты открыла шкаф и ты визуально понимаешь что у тебя закончилось достаточно прочитать этикетку ну и в третьих я насыпаю крупу в ту банку в которой она хранилась таким образом сокращая себе время на мытье банок банки я мою один раз полгода и еще одно преимущество такого хранения у меня ни разу них никто не завелся потому как банки плотно закрыты на нижней полке хранятся продукты которыми я пользуюсь каждый день и здесь пластиковые контейнеры так как дети часто сюда заглядывают и хранение пластики более эргономичнее на второй полке хранятся крупы и за ними некоторые запасы типа тушенки муки и и тому подобного на третьей полке тоже крупы и за ними чистые контейнеры и тоже полка для запасы обычно там храним шоколад и конфет но и самая верхняя там посуда которую используем редко так как шкафов у нас ограничено то ширину шкафов я делала максимальный 39 сантиметров чтобы все у меня пошло так как верхний шкаф 65 сантиметров а из свечи 45 то оставшееся место я закрыла бутылочницей она небольшая тут я храню некоторые консервы и масло в нижнем ящике у нас хранятся столовые приборы удобно когда они находятся справа ты кстати выдвижная фурнитура у нас блюм очень советую в этом отношении если у вас тяжелые ящики они хорошо выдерживают нагрузку ящик у нас таким секретиком здесь у нас хранятся полотенце тряпочки что-то для выпечки пакеты и другая мелочь и самом нижнем находится крышки купила самую дешевую сушилку для посуды и вот так и храню также тут крупные приборы весы и разделочные доски макароны я не пересыпаю так как они у нас быстро уходит высоких контейнерах мука и хлопья ну и здесь крышки от контейнеров ящики под духовкой все для выпечки вот микроволновкой жестяная хлебница за ней розетки вообще на нашей кухне 14 розеток и это здорово обязательно баночка для ночей там их рабочейки я веду расходы завожу потом их специальную программу и потом анализирую что куда уходит за холодильником у нас находится этажерка покупала ее в льва за 1000 рублей она есть и в молочном цвете очень вместительная тут у меня запасы молока тостера миксеры стеклянные контейнеры и так далее еще у меня есть вот такая коробка там мы храним продукты в круг типа больших пачек хлопьев сахар и ну и стол он большой для этой кухни но очень вместительный он еще раскладывается деревянный производство малайзия коллекция фиона не но немного неудобно вот это расстояние от стола до столешки всего 60 сантиметров когда особенно вдвоем здесь пересекаешься и еще он близко расположен к окну я его немного подвинула он должен стоять по центру этих картин неудобно проходить к дальнему стулу когда здесь сидит человек зато он выдержал все испытания нашими детьми стулья из этой же коллекции правда у них уже обивка в острых углах протерлась буду потом менять ее на стене у меня бюджетные рамки из льва и в них я вставляю обои которые отрезают тоже в ура и периодически меняете мать на холодильнике у меня наклеена меловая пленка покупала и его бюро мерлин и каждый раз обновляю надписи по настроению на потолке у нас балки когда мы покупали дома они были цвета палисандр и такой темно-коричневый цвет я потом их вместе с потолком перекрасим слоновую кость мёстре больше семи лет но она до сих пор висит в костерами цена не изменилась стоят также 4000 правда в комплекте еще идут вилки и ложки я и конечно сняла этот светильник над столом я покупала на алиэкспресс за 400 рублей итоге у меня три источника света большая люстра свет над столом и подсветка рабочей поверхности кстати тоже покупала гостерами за 1700 вот на кухне и два окна но на видео складывается впечатление полумрака на самом деле не так уж и темно я люблю когда завешены окна и свет на кухне поступает такой мягкий муж любит когда окна открыты но я не очень люблю вид из нашего окна у нас окна выходят на соседскую крышу виду которая не очень радует мой глаз и к тому же я боюсь что кухонные фасады пожелтеют от солнечных лучей хотя меня изготовитель уверял что у пленки есть защитный слой от ультрафиолета надеюсь моё видео было полезным для вас если это так ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны увидимся с вами в следующих видео которых вы видите на экране всем пока пока